Всем привет! В эфире самая молодежная программа «Альма Матер». И с вами Лена. И Сергей. И мы готовы рассказать вам о самых ярких событиях школьной студенческой жизни, которые произошли за последние две недели. Это последний летний выпуск, и он получился очень жарким. 1 сентября начинается учебный год. И команда «Альма Матер» отправилась на променад по вузам области, чтобы узнать о новинках сезона. Поехали! В главной педагогической вуз области в Умгу имени Калешова зачислено 980 абитуриентов. Кстати, самый высокий конкурс 7,5 человек на место зафиксирован на специальности правоведения. А самый высокий проходной балл на бюджет 340 на специальность романа германской филологии. Без вступительных испытаний в Умгу имени Калешова в этом году были зачислены почти полсотни человек. В вузе уже традиционно пройдут конкурсы «Давайте познакомимся» и «Звездный путь». Кстати, в течение года пройдет также республиканский семинар руководителя оркестров народных инструментов. А в феврале к столетию Вооруженных сил Беларуси пройдет открытый конкурс патриотической песни и поэзии. В этом году студентами первого курса дневной формы обучения Могилевского государственного университета продовольствия стало 343 человека. Причем большинство из них – иногородние студенты со всей республики. Среди них впервые есть выходцы из Бангладеша и Пакистана. Две студентки университета будут защищать честь вуза на Всемирном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills в Абудабе. Еще три студента отправятся на фестиваль молодежи в Сочи. А 1 сентября первокурсников ждет танцевальный флешмоб. Белорусский институт правоведения заключил соглашение о параллельном образовании с Академией общественных наук, Европейской высшей школой права и администрирования, а также с другими европейскими и российскими учреждениями образования. То есть учебу можно начать в БИБе и продолжить образование в европейском вузе, а также получить параллельно два диплома. С помощью интернет-опроса в институте будут выявляться проблемные вопросы, а на сайте юридической клиники будут размещаться развернутые ответы. По итогам вступительной кампании в 2017 году в Белорусско-Российский университет зачислено 1107 абитуриентов. В этом году произведен первый набор по направлению подготовки мехатроника и робототехника. На базе кафедры «Инженерная графика» с апреля 2017 года функционирует Центр инженерной графики и 3D-моделирования. С октября 2017 года на базе Центра планируется открытие кружка для оказания образовательных услуг по 3D-моделированию для учащихся старших классов, школ, лицеев и гимназий. Кстати, в вузе есть свой новый фитнес-центр. Могилевскому государственному политехническому колледжу в ушедшем учебном году исполнилось 70 лет. В этом учебном заведении устоявшиеся традиции, хотя и нововведения тоже есть. Например, в новом учебном году возобновился набор на сокращенную форму обучения. Кроме того, после ремонта открывается спортивный зал в учебном корпусе номер один. Также в вузе работает несколько творческих коллективов по разным направлениям – вокальное, хореографическое и хоровое. А в новом учебном году открывается еще одно направление – театрально-режиссерское. В Могилевском государственном медицинском колледже в этом году возобновили приемную специальность – медико-диагностическое дело. Кстати, первокурсников в 2017 году на 20 человек больше, чем в прошлом. Много ребят, не поступивших ранее, все-таки достигли своей цели. Отметим и большое количество иностранцев, желающих получить медицинское образование. Среди них есть азербайджанцы, таджики, украинцы и россияне. Прием иностранцев ведется до 15 октября. В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в нынешнем учебном году конкурс в среднем составил два человека на место. Всего в этом году студентами стали 916 абитуриентов. Вуз имеет статус республиканского, поэтому и едут сюда со всей республики. И здесь встает вопрос жилья. К счастью, в академии практически стопроцентное обеспечение общежития. Койко-места хватает даже для студентов заочной формы обучения. Но не только сюда едут учиться со всей Беларуси. Ежегодно студентами академии в Горках становятся выпускники из Туркменистана, Литвы, Китая и многих других стран. Впервые в этом году Институт МВД начинает переподготовку кадров по специальности правоведения. Для тех, у кого уже есть высшее образование, а также для будущих выпускников. А еще в наступающем учебном году в ВУЗе снова выберут самую красивую, грациозную и умную девушку. В рамках конкурса «Настоящая леди». Продолжает Институт МВД развивать и свои соцсети. Так уже в сентябре в официальной группе Института ВКонтакте стартует новый проект – дневники первокурсника. Там новоиспеченные курсанты под руководством специалистов будут делиться историями из своей казарменной жизни. А для тех, кто только собирается стать курсантом, стартует конкурс трейлеров на фильм «Признать виновным». Кроме того, в будущем учебном году Институт МВД отпразднует свой 70-летний юбилей, в рамках которого пройдут различные акции и праздничные мероприятия. А главное нововведение коснутся двух СУЗов. Колледж искусств и библиотечный колледж объединяются в одно учебное заведение. Как это отразится на качестве образования, пока говорить рано, однако в колледже заверяют, что учебные планы это никак не затронет. Со стороны учащихся ничего не будет потеряно, только приобретено. Приобретено то, что дети более разнообразно, разнопланово будут знать и изучать профессию. Учиться будущие библиотекари и артисты продолжат в тех же корпусах, что и раньше, а вот жить учащиеся будут в одном общежитии. К слову, в следующем году колледж искусств отпразднует свой 90-летний юбилей. А на очереди у нас рубрика «Контрольный вопрос». Вопросы каверзные, интересные и веселые. Какое окно прорубил Петр Первый? Где оно находится? В Европе, может. А что за окно было? Я не помню. В Европе. В Европе. А в какой стране? Извините. Если вы у нас задаете этот вопрос, наверное, в Белоруссии. Почему? Пусть это будет Полоцк, Питер, вообще Питер, наверное. В Европе. Не знаю, может, в балканские страны, в Латвии или как, в Эстонию. Через Эстонию. Да, Эстонию, в Латвию. А что это за понятие такое «прорубил окно»? Ну, так сказать, путь в Европу, открыл Европу для... Для Балтийского моря пусть, чтобы его корабли во флот пошел в Балтийское море. А что такое значит вообще «прорубил окно» в Европу? Ну, это выход в Европу, в связи с Европой. Показал нам этот мир, и все стали стремиться как бы посмотреть, что же все-таки там происходит, и как там живут люди. Улучшил жизнь людей в России, обновил ее, можно так сказать. Заставлял людей брить бороды, не быть древними, и так далее. И окна был, наверное, да, европейские? Нет. Тогда откуда пошел? Почему окно? Ну, потому что взял все с Европы. Может, открыл пути какие-то незаморские. Привез картошку. Откуда перевез картошку? Из Европы, из Америки. А какое окно было? Деревянное, ПВХ. Скорее всего, деревянное. В то время не было еще ПВХ. Окно какое? Деревянное, ПВХ, круглое, квадратное. Ну, это, так сказать, образно. Образно говоря, да. Саша, гугли. Лена, видела тебя вчера на Ленинской. Не боишься так поздно гулять одна? Не боюсь, ведь в Могилевском институте МВД открылись курсы самообороны. И я их посетила. Смотрим. Стандартная история. Темная подворотня, прохожий стреляет глазками из-под кепки. Хватает за руку. Наше противостояние закончилось танцем. Но не всегда все проходит так гладко. Преподаватель института МВД Александр Мельников знает, что делать, если вас насильно держат за руки или за одежду и не хотят отпускать. Александр Сергеевич и нас научил некоторым приемам. Будем освобождаться в сторону большого пальца. В принципе, принцип этот действует что для левой, что для правой руки. Левую и правую руку он забирает. Разницы не имеет. Вот такой стандартный прием очень эффективен и имеет различные вариации. Можно помочь второй свободной рукой. В сторону забрать свою руку и в сторону держите сильнее. С одной рукой разобрались. А вот что делать, если соперник схватил вас сразу за две руки? Здесь мы освобождаемся тоже. Движение локтями к себе в сторону больших пальцев. Один из самых элементарных приемов. Взбиваем движение и начинаем дальше расслабляющий удар. Отвлекающий удар. И в зависимости от ситуации убегаем, кричим на помощь. Отбиваемся. Можно я на вас попробую? Да. Так, куда мне руку? Смотрите, давайте я вы... А, вы мне хватает? Да. Нет. Нет? Нет. Свою руку в сторону большого пальца освобождаюсь. Так. Сейчас. Вот так? Да. И вот так? Да. Точно. Очень часто для того, чтобы остановить вас, соперник может схватить за одежду. Но теперь вы знаете, что делать и в таких случаях. Здесь, опять же, парень, девушка изнутри, да, если не получается, можно ударить, сделать расслабляющий удар, либо отвлекающий удар, его еще называют. Если девушка против парня, да, и ситуация такая, что надо действительно чувствовать угрозу, не стесняться ударить коленом в пах, чтобы сделали удар и смогли разрыв дистанции и убежать от правонарушителя. Забираем локоть изнутри, да, можно помочь второй рукой и, да, убежать. Для того, чтобы ваши приемы и удары были более эффективными, советуем вам поддерживать себя в хорошей физической форме. Общие основы какие-то должны быть. Девушки, опять же, темный угол, темный угол на улице, одна в подъезде, чтобы элементарно могла отбиться от преступника, от правонарушителя. При этом самый оптимальный способ самообороны – избегать темных и безлюдных мест. Лишним не будет перцовый баллончик и электрошокер. И, кстати, нужны пару курорусов, чтобы быстрее убежать! Команда «Альма-Матер» запускает студенческий флешмоб. Сфотографируйся на фоне своего учебного заведения, поставь хэштег «Альма-Матер» и выложи пост в Инстаграм либо ВКонтакте. Во-первых, вы можете получить ценные призы от нашей съемочной группы, а во-вторых, увидеть свою фотографию в рубрике «Репост». Студенты на отдыхе – вот главная тема для фотоподборок. Наверняка и в вашей ленте в социальных сетях много фото ваших друзей с моря или просто заграничных поездок. Ребята набираются сил, энергии перед новым учебным годом. И осени не хватит, чтобы рассказать все истории, которые произошли с ними за эти три месяца. Лето – это пик свадебного сезона. Именно в это время появляется много вариантов для места проведения торжества, красивого декора. Вот и программа «Альма-Матер» поддалась свадебному буму. Ведущие Таня и Илья стали одной семьей. Причем ребята не просто зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе, но еще и повенчались. А вот Варя и Дима только готовятся к этому важному событию. В общем, совет вам да любовь. А вот курсантам Института МВД некогда отдыхать. 25 августа 150 будущих офицеров на Буническом поле принесли присягу на верность Родине. Кроме официальной части, новобранцев и гостей ожидал музыкальный номер с театральной постановкой, подготовленной курсантами и сотрудниками ВУЗа. Молодежь по всей стране выкладывает фотографии с цитатами из своих любимых книг. Это новый флешмоб с книгой по жизни от Белорусского Республиканского Союза молодежи. Вы также можете к нему присоединиться. Нужно всего лишь выложить в Инстаграм фото с цитатой, которая вам нравится. И не забыть поставить хэштег «Книга Бай». Не так давно в нашей стране стали популярны квесты. Они позволяют не только провести время с пользой для ума, но и хорошо отдохнуть. А лучший отдых – это отдых на природе. Так считают в Славгороде. Там прошел квест «Порт Боярд». Посоревноваться в смекалке, ловкости и выносливости пригласили всех желающих. Квест прошел на городском озере. Яблоко, шапка. Кто это? Это дракон? Лена, это ежик. На старте учебного года команда «Альмамата» решила провести тимбилгинг. И сходила на игру «Крокодил». Веселые и шумные компании очень любят, собравшись вместе, играть в психологические игры. «Крокодил» – одна из таких забав. Это веселая игра фантомима на угадывание задуманных слов. В новом сезоне Могилевского чемпионата по игре «Крокодил» пока семь команд. «Альмаматор» участвует впервые. Вместе с уже опытной телевизионной командой «Абы что». В игре запрещается произносить слова и буквы, но разрешается использовать жесты, мимику, прыжки и ужимки. В одном из туров предлагается узнать, что нарисовал ваш сокомандник. Одним из веселых туров считается конкурс в наушниках, где по губам партнера нужно понять, что за слово он загадал. На первый взгляд кажется легко. Вы попробуйте. Магазин скажи. Магазин. Приз. Хорошо. Чашка. На шаг назад. Шишка. На шашка. Железо. Нет, ча-чи-чи-чи-чи. Вода. Чи-чи. 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 Буква Чи. Чашка. Чаша. Девиз на бед. Ча-чи. Чашка. Игра «Крокодил» помогает отлично весело провести время большой группе ребят. Развивает воображение, догадливость и артистизм. К сожалению, уже никто не знает, почему игра так называется. Но, скорее всего, кто-то долго не мог изобразить «Крокодил». Альбоматор не попал в суперфинал, мы стали лучше понимать друг друга. Было весело. Для нас это большой опыт, и в следующий раз мы будем лучше. А на этом все. Скоро увидимся. Альбоматор в эфире «Беларусь». 4 Могилев каждые две недели. И не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok